Киногид «Извращенцы» — слово «ЖЖК» — это один из путеводителей по современному кино, в названии которого уже вынесено это пугающее слово «извращение». Когда бабушки, домохозяйки пугаются, как кажется, совершенно невинных фильмов, которые давно уже классикой кино являются, задумаешься о значении слова «извращение». Где они «извращение»? Там, на экране, их персонажи иллюстрируют, или в реакции зрителя напуганное излишне, когда мы видим везде оскорбление нашему чувству морального достоинства, или это задумал автор провоцировать зрителя, или власть, которая накладывает свою большую лапу, предавая фильмам нафеме, закрывая их для показа, что сегодня происходит тоже с той же классикой. И вот про это «извращение» поговорим. Я предлагаю самого слова «извращение» по-русски, по-французски начать. Извращение – это правда по-русски какое-то вращение? Вокруг чего? Мне вообще больше нравится украинское слово, а «извращение» называется «збоченик». Это человек, съехавший на обочину. В общем-то, он ехал-ехал по нужному пути, потом немножко отклонился. Мне кажется, это более точное определение. И всякий раз, когда мы говорим об «извращении», мы встречаем лукавость этого понятия. А что тогда является нормой? Мы противопоставляем норму и патологию. И всякий раз, когда мы говорим «это что-то извращенное», а тогда возникает вопрос «а что же вы считаете нормальным?» И вот это самый большой вопрос. Я-то двигаю тему, что в современном мире нет извращений. Любая штука, которая появляется, она тут же получает какое-то определение, она получает свою номенклатуру, она тут же получает какой-то понятийный аппарат, она тут же начинает обрастать институтами, а потом через пару лет смотришь, они и в парламенте заседают. Ну, в тех странах, где есть парламент, конечно, нет? Неизвращенный парламент, нормальный. Любой парламент, да, нам-то только об этом во сне снится. И чего-то такого маргинализованного, вытесненного, то, что невозможно поименовать, то, что невозможно назвать, да, сегодня уже нет. Вот, например, проследите, как БДСМ развивалось, да. Когда-то это считалось чем-то таким вот запретным, то, о чем не говорят, как-то не упоминают, что-то такое, да. Потом появилось понятие, там, БДСМ, совершенно четыре четких термина. У них есть определение, у них есть вокабулярий, да, у них тут же появилась канцелярия какая-то, да, вот. А ты верхний или нижний, появляются роли какие-то. Они прописаны, там, атрибуты прописаны. И потом оказывается, что, ну, в общем-то, эта практика, она же никому не причиняет вреда, и там есть какая-то субъективная позиция, и пишутся монографии, философы об этом рассуждают. И вот с 1 января 2022 года БДСМ уже и не считается извращением. То есть из всех медицинских источников, из международной классификации болезней, БДСМ практики исключены. Теперь это не является отклонением, патологией, болезнью. Это вполне себе нормальная практика. Вот за последние 50 лет можно проследить, как проделан этот путь от чего-то извращенного, перверсивного, маргинального в нормальной сексуальной практике. Так вот, все-таки, что сбоку посмотреть, если по-украински или по-русски посмотреть, что ты вращаешься вокруг чего-то, или разбить французское слово «перверсия» хайдеггеровским дефизом, так что получится «версия отца». Перверсия. Все равно спрашивается, кто там этим управляет, извращение. Номенклатура психболезни, например. Кто считает, что этот фильм нельзя показывать и дает возрастной ценз в категорию прокатную. Кто полагает, что этот фильм невинный, а задним числом посмотришь, какая-нибудь крамола, в том числе сексуальная. Вот кто этот «кто» вокруг всего вращающегося, он структурируется, этот «кто». Кто этот «кто» на обочину отводит, например, кинематограф, какие-нибудь артхаусные маргинальные залы. И это просто власть или еще что-то, или большой другой лакановский, или режиссер и автор. Кто этот человек, который, как в номенклатуре психболезни, задает нам установку, что считает нормой, а что извращением. Я сейчас не могу точную цитату из Наполеона вспомнить, но не нужно объяснять заговором то, что объясняется дурошлепством. И здесь, скорее всего, что-то похожее. Мы имеем в конце XX века, в начале XXI, такое смещение от философии долга к философии выбора. И сегодня нормальным считается то, что нам доставляет удовольствие и не мешает всем окружающим. И любая практика, насколько бы она не казалась странной, непонятной, кринжовой, криповой, какой-то неправильной, если это не доставляет вреда окружающим, а нам с вами приятно, она будет нормализована. И рано или поздно это станет частью нормы. И если мы посмотрим, опять же, на этот документ, на который рассылался, на международную классификацию болезней, все то, что делается добровольно по взаимному согласию, даже если это может причинять какой-то вред кожным покровам и целостности тела, если это люди 18+, добровольно согласившиеся и практикующие это все, то это считается нормальным. А те практики, которые якобы нарушают свободу воли человека, свободу выбора, например, фратеризм, теперь он декриминализован и стал частью, это считается болезнью, попадает теперь в перечень сексуальных извращений. Если кто-то вас абьюзит, переходит границы, пытается как-то использовать, и в этой связи мне, конечно, нравится определение бенвену, извращение – это то, где эксплуатируется ваша субъективность. Вот если кто-то начинает насмехаться над вашей субъективностью, это извращение. Теперь ближе к искусству. Любое искусство, так или иначе, заигрывает с моей субъективностью. Если речь не идет просто о развлекательных каких-то жанрах, там, я девушку вожу в кино, чтобы она побыстрее согласилась заняться со мной моими извращениями. Это в Южном парке такая серия про мюзиклы. Зачем вводят на мюзиклы жен? Потом выясняется, как это работает. А я не видел эту серию. Я постковидную сейчас сезон смотрю. Иначе говоря, всех жен разводят на оральный секс с помощью голливудских мюзиклов, потому что они читают там 25-м или каким-то кадром скрытое послание. Только для этого они нужны мюзиклы. А так это извращенное искусство, конечно. У Жижека, кстати, тоже вот эта идея есть, что муви – это от слова двигаться. Да, мув как бы куда-то. И это к любому искусству относится. Если я встречаюсь с чем-то, что заставляет меня пересобраться, деконструироваться, засомневаться в своей позиции, а действительно ли я тот, кем я себя считаю, а действительно ли мои ценности – это мои ценности, а действительно ли мои желания – это мои желания. Любое искусство только этим и должно заниматься. И театр, и живопись, и кино, любая скульптура. И в этом смысле любое искусство перверсивно, потому что оно заставляет тебя пересобраться как субъекта. И оно тебя побуждает от каких-то ценностей отказаться и какие-то ценности приобрести. И, в общем-то, это называется расширение мировоззрения. И, как Кант говорит, цель в том, чтобы душу расширять. В этом смысле любое искусство перверсивно, конечно. Ну, а кино будет самое извращенное из всех этих искусств? У меня больше всего возможностей вращения. Вот это спорный момент, потому что в кино все-таки зритель более наделен властью. Он может выключить, он может перемотать. И вообще, когда мы последний раз кино смотрели в кино, а мы с вами смотрели Ларса фон Триера, дом, который построил Джек, это было года два-три назад. Netflix всех победил, на самом деле. У зрителя кино в руках есть пульт всегда. И я могу иметь власть над изображением. В отличие от театра, где я не только включен в сам процесс действия, и сценическое событие, оно и пойдет в зависимости от того, какая реакция. Если я начинаю зевать, я начинаю хлопать, или что-то елозится на стуле, который не вращается, пытаться его как-то извернуть, извратить. От этого и действие поменяется. Зритель театра может участвовать. Кстати, в предыдущей книжке я об этом пишу, «Сцены сексуальной жизни», что зритель театра это свидетель, который определяет действие. А в кино все-таки мы можем вырезать нам нужный фрагмент, что-то поставить на промотку, или фильм, который мы сто раз уже видели, мы уже знаем, тут вот это значит будет сейчас так, потом так, и я спокойно два часа просто проматываю. В театре такое невозможно, там есть большая принудительность. По поводу других визуальных искусств, скажем, с Зигмундом Фройдом у нас оказалось такое любопытное совпадение вкусов, он тоже не очень переваривал живопись и больше любил скульптуру, потому что это материальное присутствие, которое вынуждает тебя, и ты Давида должен обойти, чтобы посмотреть, и это некая материальная навязчивость, с которой ты должен как-то взаимодействовать, в отличие от картины, где ты можешь просто мимо пробежать. Вот разобраться все-таки с понятиями, которые мы применяем, даже тогда, когда вот в такой либертарианской концепции выясняется, что что бы не приносило мне удовольствия, все нормально, как бы я с кем ни взаимодействовал, никаких возвращений нет, хоть с кактусом, хоть с каким-нибудь неодушевленным предметом вообще. Так вот спрашивается, все равно здесь другая появляется нормализация, то есть а кто такой этот субъект, а что значит приносить вред, а что такое удовольствие, а понимаю ли я свое желание, или манипулируют на самой изначальной стадии. И поэтому начинаешь бороться с нормализацией, такой искусственно-идеологической, например, ну как быть без философской нормализации. И вот та же номенклатура, опять же, откуда она берет, что это, например, игромания теперь уже болезнь, а что уже вывели из болезни у нас, например, депрессию? Нет. А депрессия осталась? Депрессия мало того, что осталось. Ну вот каковы критерии? Кто эти люди, которые уже не как субъекты власти, которые решают на консилиуме, как они это делают, что теперь здесь проходят границы между патологией и нормой? Ну вот я со своей колокольни сужу, и мне кажется, что граница вот здесь пролегает. Если раньше нормальным считалось то, что прописано кем-то большим, например, физиологией, и под это дело все, что не физиологично, или, например, для чего нужны мужчины и женщины, для продолжения рода. И под это дело оральный секс – это извращение. Анальный секс – это извращение, потому что он не ведет к продолжению рода. Я уже не буду говорить про однополые там всякие. И это было вот около ста лет назад. По этому поводу Зигмунд Фройд пошутил, что тогда и презервативы – это тоже извращение, потому что они препятствуют продолжению рода. И любой человек, кто пользовался презервативами, он извращенен. И физиологическая парадигма, она задавала норму. Теперь у нас такой шифт идеологический. Мы себе удовольствие ставим во главу угла. Смысл жизни – это как можно больше впечатлений, опыта, удовольствия. Это попробовать, там попробовать. Посмотрите на интервью с какими-нибудь медиазвездами. Артемий Лебедев. Я посетил все страны на планете Земля. Я был во всех городах в России. Я попробовал все блюда. И вот это такой идеальный персонаж, который попробовал все, при этом в равной мере ему все интересно, в равной мере ему все вкусно. И вот вы очень хороший вопрос задали. А кто субъект этого всего? А как понять, это мое желание или не мое желание? А я тоже должен сейчас объездить все страны? Или я, например, прусь от Японии, и самое лучшее место на Земле – это Киото. Я даже знаю место в Киото, самое лучшее на Земле. Я больше никуда не хочу ездить. Я хочу там остаться и прожить еще 80 лет. Это идеология выбора. Ты должен все попробовать. Откуда ты знаешь, что ты любишь эту девочку? На Земле еще 4 миллиарда других девочек. Ты сперва попробуй, а потом уже… А еще мальчики есть. Вот откуда ты знаешь, что этот фильм самый лучший? И это же вы мне рассказывали, что там что-то несколько миллионов фильмов сняты человечеством, и совершенно невозможно даже 1% посмотреть. И выбор, который перед нами стоит, это не то, что смотреть, а то, что не смотреть. И вот где те 99,99% которые я никогда не буду смотреть? Вот это самый большой вопрос. И когда человек сталкивается с подобным выбором, оказывается, что он абсолютно для тебя невыносим. Тебе нужно купить галстук, а на Земле 100-500 миллиардов галстуков. И прежде чем выбрать, ты должен отсмотреть все. Impossible. И поэтому включается что? Вот тоже хорошее слово, которое вы сказали. Радикальный отказ от выбора происходит. Депрессия начинается. Депрессия – это выключение из вот этого навязанного выбора. Я не хочу вовсе разбираться, ни в каком кино. Я вообще никакое кино не буду смотреть, потому что их очень много. у меня нет энергии, ресурсов, интеллектуальных способностей заморачиваться всем этим, поэтому я вообще никакое кино не буду смотреть. Вообще ни с кем дружить не буду, я вообще никакой галстук покупать не буду, и из дома выходить не буду, не выходи из комнаты, не совершай ошибку. И то явление, которое еще недавно считалось исключительно японским, хикикамори, это люди, которые десятками лет не выходят из дома. При этом была такая иллюзия, что, наверное, там как-то и семьи у них нет, и не работают. Ничего подобного. У них и работа есть, и семья, как правило, есть. Вот это явление становится интернациональным. Это не только в Японии. И сейчас нам говорят, что в самой Японии порядка миллиона человек, которые хикикамори страдают. И в других странах тоже появляется такое явление, люди, которые по пять лет не выходили из дома, по шесть лет. Не то, что там отношения, а они по телефону ни с кем не разговаривают. Вот это прямое следствие идеологии выборов, которые ты постоянно каждую мелочь должен выбирать. Ты приходишь и хочешь просто 400 грамм пищи. Но нет, тебе нужно разбираться, где это гамбургер, где это вопер, а вам туда положить еще какую-нибудь начинку, а дождевых червей добавить. И ты постоянно во все должен вникать. Ты не можешь просто взять еду, просто взять одежду, просто взять себе пару, просто взять любимый фильм. В Чехии я вот это часто наблюдаю. Это культура, которая повернута на пиве. И там есть гурманы, которые разбираются, и каждый сезон они придумывают новые сорта. На лаванде, на полыни, на еще что-нибудь. И типичный чех, который приходит в бар, а там такая линейка 250 этих экранников, он говорит, любое мне налейте. Любое. Я просто пиво хочу. Это такой вот радикальный отказ от выбора, потому что для субъекта это невыносимо. И как бы мы не хотели быть извращенцами, вот такая максимум сегодняшнего дня, как бы мы не хотели быть извращенцами, все равно получается депрессия. Вот, продолжает уже самая мысль. То есть если критерии что приносят, что не приносят удовольствия, почему само слово удовольствие, опять же, как этот элемент нормализации, ставится во главу угла, и для субъекта удовольствия ценнее, скажем, того неудовольствия, когда ты читаешь сложный философский текст, пробираешься через дебри, а тут, как эта новая идеологическая заповедь, как императив тебе говорят, наслаждайся, получай удовольствие, не пропускай ни одного шанса, успевай на эти распродажи по прайсу очередных удовольствий. И поэтому вот он тоже критерий, я говорю, что снова возникает другая нормализация, мы все пропускаем через удовольствие, но кто вообще решил за меня, что я должен жить удовольствием, который в том числе постоянно навязывает мне кино, очередные зрелищные удовольствия, очередные бесконечные франшизы с повтором этого удовольствия, травматичные. А тут еще сложнее, а как понять, что мне это действительно приносит удовольствие? Я всю жизнь ем яйцо пашот, и оно мне нравится. Это мое удовольствие или нет? Мне говорят, ты яичницу никогда не пробовал, а еще амолед можно сделать. И тут я оказываюсь абсолютно обезоруженным. Я не могу аргументировать, мне это приятно, мне это нравится, и другое, это мне тоже будет вкусно, и тоже приятно. А как отличить, что мне доставляет удовольствие, а что нет? Вы больше Дорида любите или Жижика, например. И тот пишет сложно, и этот пишет сложно, но они по-разному пишут сложно. И вот когда вас принуждают выбрать что-то, вот тут оказывается эпик фейл, потому что невозможно выбрать. И когда я каждую секунду своей жизни сталкиваюсь с тем, что я должен постоянно что-то выбирать, я просто откатываюсь назад в целях самосохранения. И еще раз, как бы нам не навязывалось перверсия и извращение, все равно будет депрессия в итоге. И продолжая про кино. Вот если словой нашего Жижика даже не книгу Киногиды, а фильм Киногиды «Извращенцы» посмотреть, первая часть начинается с эпиграфа, что проблема не в том, как наши желания удовлетворяются, получаю ли я желаемое, а вот то, что мы сейчас обсуждаем, как я могу знать, что я желаю, и желаю ли это ли я, или маркетолог, или мерчендайзер, или вся эта идеология, которая впаривает мне массу бесполезных вещей, и даже привычек, и даже мировоззренческих структур под видом необходимого мне. Можно же с счастливым чувством на лице не только съесть пирожное, но и умереть за что-то. И как часто бывает, правда, когда идеология эти базовые потребности отключает, то да здравствует смерть. Тоже одно из удовольствий, кстати говоря, в этом театре. Я бы сказал, единственное. Самое великое удовольствие. Одно из самых. И, кстати, кино тоже очень любит эту тему, как красиво умереть. Как красиво умирает Мел Гибсон в «Храбром сердце», например. «Ди Каприо в Титанике» тоже неплохо. Это все они любят делать умирать. Многие любят красиво умирать. Соответственно, у меня возникает тоже такой рефлекс, что нет ничего лучше, как с каким-нибудь лозунгом у расстрельной стены, крикнув палачам в лицо оскорбление, раз и умереть. Сам Бунель, между прочим, в «Призраке свободы» тоже в этой стенке занимает свое место и его убивают. Тоже, может быть, такой фантом режиссерский как раз он отыгрывает. Так вот, про большого другого мне хотелось бы повернуть, потому что фильмы кто-то продюсирует, заказывает, снимает. Раньше любой советский фильм начинался титром по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. И, конечно, вот этот большой другой, он так или иначе, как вот Минагетти пишет в книге «Кинотеатр бессознательный» про вшитую во все американские фильмы триаду. Господь Бог, семья, патриотизм. Большой другой всюду маркируют, что правильно, что неправильно. Ну и вот я теперь спрашиваю, стало быть, правда ли, как это объясняет Жижек, что наши желания вообще искусственны? Вот они настолько преформатированы и смонтированы с самого начала, что если бы я и хотел через кино или как-нибудь свои желания узнать, я не могу этого сделать. Вот еще раз к этому вернусь. Не надо искать заговор, там, где просто дурошлепство. Может быть, продюсеры и заказывают про патриотизм и про семейные ценности, но в итоге побеждает Кока-Кола. В итоге побеждает Гамбургер. А это тоже американский патриотизм? Это желудок. Да, желудок побеждает. И чтобы там Гостелерадио СССР не заказывало, когда мы сегодня смотрим советские фильмы, нам многие вещи, которые там прошиты вроде как правильно, они нам кажутся и вращениями. Пример такой. С сыном мы как-то смотрим «Доживем до понедельника». Одна из учениц Тихонову приносит записку от отца о том, что мы с ней прочитали параграф, я ее проэкзаменовал, и в общем, она это знает хорошо. И Тихонов так сбрыкивает, что он лезет не в свое дело, он тут смеет не указывать, я тут учитель, я лучше знаю, а он тут мне какие-то записки пишет. Нет, там дело было в том, что учитель ставит ей низкие оценки, а отец проэкзаменовал как профессионал и пришел к выводу, что нет, учитель занижает, я это лучше знаю. А кто заказчик образования? Если учитель... Ах, если это услуга теперь? Да, да, это же услуга, и воспитание выведено за рамки образования, как мы знаем теперь, если родитель как заказчик считает, что дочка знает хорошо параграф, значит, она хорошо считает, да? Если я как потребитель думаю, что ваша дрянь это прекрасная пища, ну, как бы окей. И десятилетнее дитё на тот момент мне говорит, я не понимаю, что произошло-то. Значит, отец нашел время позаниматься с ребёнком, это уже просто памятник надо поставить, потому что мы современные родители, у нас нет ни минуты там позаниматься, вот. Они мало того, что время провели, они ещё что-то полезное сделали, они учебник почитали. Это лайк номер два. И в-третьих, он ещё сам и проэкзаменовал, и как бы с учителя снял лишнюю работу, которую, конечно, он делать не хочет. Вот. И тут я понимаю, что между нами там 21 год разницы, но мозг абсолютно другой, и прошит совсем по-другому, да? Вот. И гостелерадио СССР, которое заказывало, оно заказывает совсем разную музыку для разных людей. И в моём представлении Тихонов – это идеал такого вот учителя, который там бессеребренник, вот, значит, положить себя на… Да, это и мой идеал учителя. И учителя учителя. Да, конечно. Мистер Китинг, Тихонов, с доживём до понедельника, вот, всё-таки идеализированные, ну, и, в общем, нормирующие, нормальные представления. Нестор Петрович. Нестор Петрович, чуть повеселее, но тоже неплохо, да? Вот. Как он рассказывал про Нерона. Очень красиво, театрально. Ну, я вот с этим ещё всё-таки поспорю, потому что вот этот взгляд из сегодняшнего дня, который выделяет эти плюсы, позанимался, подошли к учебнику, вот всё это нивелируется тем, самым важным обстоятельством, правда, что вот этот заказчик, отец, берёт на себя миссию учителя, даёт учителю квалифицированные советы, как он должен оценивать своё чадо. И вот именно сегодня из этого извращённого нового образования тиреуслуги, когда Фурсенко сказал, один из министров образования, что ошибкой было воспитывать какого-то эрудированного субъекта, надо воспитывать потребителя. Вот из этой системы ценностей, конечно, может такое показаться извращение. Как из какого-нибудь Рима времён Сулы тоже может показаться извращением в любая другая реальность. В этом мы с этого начали, что как только мы произносим извращение, тут же лукавая логика. А норма-то что? А нормально-то как, да? Я при этом ещё ловлю тоже нас обоих, вас ловлю на том, что когда мы говорим, что норма – это некая тоталитарная претензия на то, что граница пролегает здесь и проводит её власть имущие, мы-то сами тоже нормируем. И в МКБ и нормируют люди, профессионалы, и нормируют режиссёр, который тоже считает, что это извращение и не извращение для семейного просмотра, для артхаусного зрителя. Поэтому всё равно так или иначе мы эту норму находим. Может быть, стоит о ней поговорить. Всё-таки сегодня в эпоху пост-иронии, пост-истинной, разных других постных приправ норма осталась в искусстве. Сегодня парадокс вот в этом. Всё нормально. Мы живём в том будущем, мы живём в том будущем, где нормально абсолютно всё. И невозможно быть каким-то непонятым. Всё равно какой-то дискурс тебя поймёт. И чем бы ты там ни занимался, всегда суффикс «изм» там появится. Ты всегда будешь так или иначе в дискурсе нормы вращаться. Невозможно быть извращенцем в современном мире. Невозможно снимать извращённое кино. Дмитрий, это в идеальном мире. То есть, это может быть в сознании просвещенного западного либерала или для зрителя Южного парка, где всё и смешно, и извращенно, и вместе с тем нормально, и весело. Вот возможно оно выглядит так, что сама нормальность теперь уже все высоты заняла и нет таких извращений, которые нельзя было бы купить, получить к общему удовольствию. А в нашей стране, где ты смотришь тоже «Матрицу» и там замазывают квадратиками папиросу, которую курит психоаналитик, это очень смешно, потому что дым идёт из ниоткуда. Все зрители в этот момент гомерически смеются. А потому что сигары иногда это просто... Да, в нашем нормальном, тоталитарном или каком хотите обществе напротив, ещё больше, ещё чётче проводятся границы между нормой и извращением. Всё под маркер возрастной подвели. На Эрмитаж уже пишут жалобы художникам фиговыми листочками, тряпочками вот эти вот экспонаты закрывают. Недавно, или три года назад, была выставка в центре Курёхина. Там действительно на модели Шишкина Хакусай надевали трусы. Там трафаретные фигуры женщин, ну, с очень легко обозначенными, очень условными символическими гениталиями заставили надеть на всех трусы. И поэтому, когда на всех надевают трусы и всё нормируют, спрашиваются, где же это идеальный мир, где всё нормально и всё приемлемо. Это само по себе перформанс. Это само по себе перформанс. И когда на нас с вами пишут заяву, что мы показываем Гринвэя, киноведом, рассказываем про классику британского кино и нам говорят, что это извращение, так это само по себе комично. Я в такие моменты очень радуюсь, потому что до такой степени нелепо детям запрещать ходить в Эрмитаж. А на войну им ходить, значит, можно. Все дети должны быть или медсёстрами, или солдатами. Сама по себе вот эта постановка вопроса это уже извращенно. И поэтому я смеюсь над подобными вещами. Ну да, вот это можно, кстати говоря, буквально из спальни этот анализ начать, потому что что нормально в отношениях? У нас внесли таки в Конституцию, что брак это союз мужчин и женщин или нет, или только хотели. Ну допустим, что это вот такая сексуальная норма мужчина и женщина, вузы освященные церковью или работникам ЗАГСа, это условная норма. А треугольник когда-то был страшным извращением, любовный, простой треугольный. Даже вот за осенний марафон какая была битва, что надо делать, решить всё-таки жена или любовница. Это на худсовете решали. Это долг был Бузыкиной и режиссёра Данелии. Но он должен был выбрать товарища Сталина, конечно, какая любовница. Кого ты больше любишь? Жену или любовную? Если она изменила тебе, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечество. Да, это старый рецепт. И поэтому вот тоже спрашивается, где оно большее извращение? В парах брачных, которые приходят к Сеодомазу, к этому абьюзу ползучему, к полному стиранию взаимному личности или в каких-то более сложных конфигурациях, где ты хотя бы что-то немножко ищешь и находишь, и обновляешь свой опыт. И поэтому снова нас загоняют в эти очень узкие рамки. Такая нормальная семья, такой нормальный взгляд на отношения. И это новое средневековье, а никакой не идеальный мир, где побеждает флеврализм. Сама эта попытка, она уже смешна и комична. Это само по себе сатира. Несколько дней назад Министерство пропаганды и идеологии опубликовало перечень традиционных российских ценностей, которые, а, часть из них просто противоречат сами себе, взаимоисключают, Б, это копипаст первой главы американской конституции. Потом второй параграф, угрозы. И там влияние Запада, Америка и Европа. Все, что было в перечне ценностей, взято из Европы, из европейских нормативных актов. Понятие буманизм. Оно не в России придумано, не в Китае, не в Монголии и не в Японии. Это европейское понятие. Весь второй параграф полностью отрицает первый. И что это может вызывать у читателя, кроме гомерического смеха? Любая попытка нормировать нас, это а, невозможно, б, смешно. В-третьих, это само по себе перформанс уже. Это вот, кстати, классический случай, когда, по-моему, Киреевский или все-таки Хомяков хотели выглядеть подлинно, православно, народно, пасконно, по-русски, надевали армяк, эти какие-то разные штуковины, и принимали это за персиянина в итоге такого русского. А я вот, да, вот исконный индус, да, сегодня. Это само по себе комично, поэтому все вот эти попытки запретить интернет, мы же не всерьез об этом говорим, это все комично. И чем более абсурдно это происходит, тем более забавно наблюдать за этим спектаклем. Что, вы серьезно хотите опустить железные заново? В диджитал-мире вы серьезно там пытаетесь телеграм заблокировать, ютуб заблокировать? Что это? Это невозможно, да? Это само по себе уже смешно. Это вот и называется гипернормальность. Да. То есть такая абсолютная, тотальная зависть абсурда, которая воспринимается как норма, ну, по крайней мере, где-нибудь в новостях, которую можно с трибуны даже озвучивать, если ты преподаватель на содержание идеологии, но которой, конечно, ты не в быту, не в своем умении руководствуешься. Потом посмотрите на идеологов вот этих так называемых традиционных ценностей патриархата и нормирования. Это же фрики все, это же клоуны все, и мы их так воспринимаем. И они сами себя понимают, потому что как только камера выключается, один из депутатов-гейборцев превращается в нормального, адекватного мужчину, в котором можно кофе попить, можно что-то про девочек поговорить. Как только включается телевизор, он должен производить мемы, и он тут же начинает выдавать мемы, то есть у него роль такая, он должен, это театр кабуки, там никакого выживания даже нет, это просто маска такая, он должен производить мемы, он их производит, а давайте геям запретим ездить на метро, говорит он. Хотя две минуты назад он был абсолютно нормальный человек и что-то хихикал над этим. И еще с другой стороны подкопаюсь к теории, к той, что все идет к нормальности, все идет к больше-меньшему равновешенности и толерантности. Вот как известно, эта обыгранная фраза из Камю, если Бога нет, то все позволено, Достоевского первично, конечно же, фраза Ивана Карамазова, ее Лакан перевернул, что если Бога нет, то ничего не разрешено. То есть, если есть норма, то спрашивается, как мне получить какое-то хорошее, интересное извращение. Будет ли извращение, если все настолько будет конституировано, даже бюрократизировано, товаризовано, и что? И что меня удивит в кино? Уточню немножко. Если брать полную цитату, он же говорит о невротиках навязчивости. Если для невротика навязчивости большого другого нет, то ничего не позволено. Если ты не знаешь, можно или нельзя, ты вообще никак действовать не будешь. А когда тебе говорят, вот эту конфетку не трогай, тут она и становится желанной для тебя. Желанен только запрет, и пока мне не запретили, я ничего и не захочу. И пока мне не говорят, ты должен делать вот это, когда мне не создают коридор. Я и не хочу выходить оттуда. Невротик навязчивости так устроен. Он ничего не будет хотеть, пока ему не запретили. И под это дело он, кстати, апостола Петра вспоминает, что грех пришел после заповеди, после запрета. Тебе сказали, что не укради. И ты, а, оказывается, можно было воровать. А ты бы никогда и не подумал, что есть вообще понятие о собственности, что там что-то мое, что-то чужое, да, нельзя трогать. До тех пор, пока тебе не запретили там не возлюби жену ближнего своего. А, оказывается, можно было изменять. Мы-то раньше не думали. Столько драгоценного времени потеряно, да. Оказывается, можно было женами меняться, и чем русские дворяне занимаются у Чехова и у Тургенева, да, на дачах. Крутят романы с чужими женами, да. До тех пор, пока мне не запретили, невротик навязчивости никогда и не захочет. Так устроено желание. А у перверта никакого желания нет, как мы выше выяснили, да. Ты должен перебрать абсолютно все. Вот тебе уже алгоритм целый, есть перечень, и ты весь ассортимент должен попробовать. Еще про извращение, еще про нормализацию и изгибы всякие, обочины. Вот мы говорили о большом другом, о власти, которая производит таким образом извращение. Чем больше нормирует, тем больше хочется нарушить. Вот когда все книги запретят, когда все артхаусные фильмы в действительности будут, вот как сейчас, наверное, это продукция полиграфская, порнографическая, где-то под полочку и продавца, когда иначе как в киноклубы, как в катакомбы, возвращенные какие-то частные собрания, где можно будет посмотреть по Золине, вот только так можно будет этот шедевр достать, они приобретут ту ценность, то удовольствие, которого они изначально и заслуживают. Но это вот то, что делает власть, наша особенно извращенная власть. Я, кстати, свое тоже любимое извращение о власти назову. Это закон о том, что можно собирать грибы, только предварительно арендовав зелянку. А иначе тебе в лес идти за грибами, за лисичками нельзя. Ты становишься преступником. А если это грибы с алкалоидами у кого арестовать? Ну, очень сложно. Вопрос, еще несколько инстанций подключаются, которые нужно обязательно участвовать. У госнаркоконтроля. Ну вот, а теперь еще, кроме этой власти, еще один адрес для анализа извращения нормы зрителей. Зритель сам находится, конечно, в возвращенной позиции, потому что вот то удовольствие, которое он желает, этот договор, когда вроде бы тоже ему ущерба никакого не доставляет просмотром, хотя он предполагает, что фильм может напугать или соблазнить, изначально превращает зрителя, конечно, ну, как минимум, в вояриста, который подглядывает за чужой жизнью. Это, кстати, остается в номенклатуре психболезни. Вояризм, если это насильственно, да, ты за кем-то сталкеришь, то это преступление, да. А если вы договорились, что я за тобой буду подглядывать, а ты будешь делать вид, что как будто ты не замечаешь, то тогда это норма. Ну, режиссер со зрителем договорились, да, что можно будет подглядывать и наблюдать. Правда, когда фильм переходит свои границы и начинается уже за актером, за режиссером, со стороны папарацци и публики навязчивой слежка, но тогда уже оказывается трудно об этой договоренности говорить. Часто фильм переходит свои границы, превращается во что-то другое. Ну, так вот, про позицию зрителя. Она, правда, может быть, сочтена такой извращенной. А потом же этот зритель, досмотрев извращенный фильм до конца, пойдет писать письмо в министерство чего-нибудь, что фильм страшный, запретный, его нельзя показывать детям. Я сам в киноклубе неоднократно слышал отзывы. Целиком досмотрев фильм «Линч» до конца, зритель впадает в истерику. Или кричит, что Бертран Блиер раскачивает лодку. Самый страшный режиссер, конечно, из всех известных. Фильм «Вальсирующие» или «Холоднокровные», как называется. А как переводится «Вальсирующие»? Ну да, «Крутящие шарами». Раскачивает, раскачивает яйца нам. А «Холодные закуски» это совершенно антигуманный фильм, который призывает нас к убийству. Я такие вот за выслышан неоднократно. И вот этот зритель, как его позицию оценить? Он же до конца досматривает. Он свое удовольствие получает. Это идеальное кино, которое заставляет меня подвигаться, как субъекта. И вот это мои любимые фильмы. Есть кино, которое захватывает визуально, например. Ну, я удовольствие получаю, не могу сказать, что я меняюсь как субъект. А когда я вижу что-то такое, где непонятно, с кем он разговаривает, то ли это взаправду, то ли это стёб, то ли это какая-то сверхзадача, то ли ещё что-то, то ли я вообще ничего не понял. И, например, «Гадар». Чем более поздние фильмы, тем более гениальные, потому что ещё меньше понятно. И когда ты видишь, что какие-то цитаты совпадают, например, «А не уловка ли это, думаешь ты? А может быть, это ловушка, в которой он тебя хочет поймать? А может быть, это очередная интеллектуальная уловка и иллюзия, в которой ты, дурачок, пребываешь тут?» И я, например, когда смотрю кино, я думаю, «А с кем он разговаривает? Как он себе представляет своего зрителя?» И вот тут он хочет, чтобы я смеялся, а тут он хочет, чтобы я заплакал. Буду я это делать или нет? Меняет ли это меня как человека? Хочет ли он, чтобы я его разгадывал? Хочет ли он загадывать загадки? Хочет ли он быть прочитанным или не хочет? Где он скрывает все свои оплошности, например? Есть режиссёры, которые не скрывают оплошности. И там, где дубль неправильный, мне сейчас пришёл в голову этот фильм, «Они сражались за родину», там, где Василия Макарыча и Шукшина уже нет. И было предложение как бы вот этот последний кадр снять общим планом, чтобы лица не были видны. Режиссёр говорит, «Нет, мы будем снимать крупным планом, чтобы все увидели, что это не Шукшин, потому что реально Шукшина нет». И фильм про войну, и ты видишь, что умер актёр и умер за правду. И тебе показывают другого. И вот это оказывает намного более сильный эффект, нежели киношная иллюзия, попытка выдать желаемое за действительное, а вот не заметят. Мы можем где-нибудь потерять чёрную кошку, вдруг она где-то, да, её не заметят. Есть режиссёры, которые специально выставляют это. И тогда это совсем другая семантика, совсем другой смысл приобретается. Так вот, возвращаясь к своей мысли, «Те фильмы хороши, где меня заставляют move». Там, где кинос, да, кинос – это тоже движение, там, где меня заставляют двигаться. Ты думаешь, что это смешно? Ага, нифига это не смешно. И как этот у Бертрана Блие фильм, где Тритиньян там фашисты играет? А, это «Спасибо, жизнь». Вот, да. То есть ты думаешь, что это про что-то одно, через 10 минут ты видишь, что это совсем про другое, а потом это про что-то третье, и меняется не просто сюжет, да, меняется не просто картинка, или стилистика, или эстетика, или освещение меняется, да, ты меняешься, потому что тут к тебе обращаются как к одному человеку, здесь как к другому, здесь ты должен посопереживать, здесь ты критически должен оценить, здесь ты, как зритель Брехта, должен отстраниться немножко, да, и критически оценить. Вот, кстати, не случайно, что «Спасибо, жизнь», как говорят в прокате, провалился, потому что он настолько разное оказывает действия на зрителя, или идеального зрителя требует, который может так перестраиваться по ходу, а таковых в набитых полных залах буржуазной публикой, конечно, не оказалось. Это не идеально, это нормальный зритель, потому что ты можешь быть и зрителем арто, да, и вовлекаться вот в это какое-то коллективное действие, насилие, там, да, получать удовольствие от этого, и коллективную энергию какую-то испытывать, отождествляться, но ты можешь быть и зрителем Брехта, который умеет остраняться, как он говорит, да, и это нормальный зритель, так и надо. Тот зритель, который не держится за какие-то свои ожидания, там, удовольствие, сейчас я включу киношечку, куплю попкорн, и мне будет хорошо. Тогда это не искусство вообще, и не кино, это соска, и не надо включать кино, купите соску себе и сосите, или что-нибудь другое сосите, да, то, что вам больше удовольствия доставляет. Вот, это просто оральные фиксации, да, кино должно менять тебя как субъекта. Тут мне пришло в голову, что, возможно, тогда настоящий извращенец кино, это вот не, как мы думали раньше, возможно, режиссеры, показывающие непристойности, ну, можно сразу было бы перечислить целый ряд режиссеров, а, скажем, Ханеки, холодный режиссер, очень интеллектуальный, который в забавных играх настолько зрителя хватает за горло, настолько меняет все его схемы восприятия, не сгорают просто, все платы целые, и поэтому сколько раз вот как раз именно с забавными играми я видел эту ситуацию. Однажды я его даже показывал после научной конференции, там кандидаты доктора, и там тоже раздавались те самые истерические крики, что надо такие фильмы сразу запрещать, нельзя показывать детям, даже нам нельзя показывать. Это взрослые уже люди говорили с учеными степенями. Поэтому вот как этого зрителя выхватить из его уютного кресла, как его развернуть, тряхнуть как следует, вот Ханеки это в каждом фильме практически предпринимает. Поэтому вот режиссер-возвращительница. Да, в забавных играх там даже несколько есть моментов, где пленка перематывается назад и сюжет идет по-другому. С пультом как раз. Да, да, то есть у тебя забирают эту власть. Режиссер сам уже продумал, что ты хочешь, чтобы сейчас все спаслись, чтобы был хэппи-энд, как бы тыр-тыр-тыр назад, назад. Не будет так, будет вот так. И ты видишь одновременно несколько сюжетных линий. И что с тобой происходит в этот момент? Ты как зритель что чувствуешь? Ты ловишь свою идентичность, которая хотела бы хэппи-энда американского. И есть еще другая идентичность, которая удовольствие от насилия получает. Нет, я хочу, чтобы насилие продолжалось. И тут твой внутренний диалог. А ты больше гуманист или садист, например. А я и то, и другое. Мне иногда это нравится, а иногда и это нравится. А есть еще что-то третье, наблюдающая часть эго, как нам эгопсихологи говорят, которая и с одной субличностью разговаривает, и с другой субличностью разговаривает. И оказывается, что я как зритель разный бываю. И у меня есть и такие влечения, и такие влечения, и садистские, и сексуальные, и разные извращенные. И я тем самым, видя себя, становлюсь богаче. Я подозреваю, что для этого любое искусство нужно. Для того, чтобы видеть разные свои идентичности. И принимать себя в разных идентичностях. Переоценивая теперь то, что мы уже проанализировали, и задним числом я своей кинофиксации тоже попробую переоценить. Мне раньше казалось, что извращенцы это вот Пазолини, Сололи, 120 дней Содома, скажем, или Гринуэя, Дитя Макона, и разные другие всякие извращенцы. Вот я Душина Маковеева советовал, скажем, посмотреть. Мне казалось, что сладкий фильм или Тайные мистерии организма, ну это уже вообще запредельное извращение. А теперь ты начинаешь понимать, правда, что раз тебя, как зрители, они в действительности не меняют, а чем дальше, тем больше оттачивают критическую дистанцию, очень хладнокровную, то вот настоящее извращение, это правда Гадар, он такого требует от своего зрителя, пропускает его через мясорубку настоящую, всякую разную, визуальную, аудиальную, интеллектуальную. Он требует такой культуры, такой перестройки тоже всех этих настроек по ходу, что иначе, как вот этим первертом-извращенцем, ерзающим на месте, тоже пытающимся уследить за этим огромным потоком образов, иначе другим зрителям быть не может, зритель Гадара настоящий. Ну вот и Ханеке такой же в этом смысле режиссер-извращенцем. Получается, что извращение идет от головы. Пьез Стеллинг, например, у которого разговоров-то минимально, и ты сам должен допридумывать и додумывать, и тут же ты себя ловишь. А почему ты вот так допридумываешь? Этого нигде не было сказано, это твои фантазии, это твои непроработки, это твои комплексы, это у тебя папа и мама, там тебе накидали в панамку, это все. А все может быть совсем по-другому. И ты видишь вариативность сценариев, ты видишь, как может развиваться. И в жизни это то же самое. Для чего нам искусство нужно? Потому что это более правдивая реальность, более-более настоящая реальность. И потом, когда ты свою жизнь проживаешь, которая только отблеск кино, отблеск искусства, ты то же самое видишь. А почему ты вот так действуешь? Так можно же по-другому? И этот человек поступил вот так или вот так. Предположим, ну поскольку это моя профессия, ты страдаешь от действий других людей. Но это же твой выбор. Ты можешь по-разному реагировать на то, что сделал кто-то другой, на его поступки. У тебя есть несколько вариантов, вариантов сценариев. Ты можешь по-разному на это реагировать. Это уже твой выбор. Ты можешь рассмеяться, ты можешь заплакать. Или тот же Маковеев. Есть моменты, где очень смешно, по-моему, когда женщина в этом многоквартирном доме, много коммуналок, и она толкает речь про свободную любовь. Люди думают, как носки постирать, а она там про раскрепощение. Мне жутко нравится финал, когда на песню Булата Акуджавы молитва выходит с отрезанной головой наш советский фигурист. Это очень смешно. Очень классно. Он там оскорбляет чувства верующих. Там конь, и он к нему там «О, Боже мой, Боже!» Значит, с этим конем с окровавленными руками мы не ведаем, что творится. Да, ну вот мы с юмором все воспринимаем теперь, правда. Это нас не вытряхивает из нашего удобного кресла. И поэтому это не извращенец. Извращенец – это вот от головы идущий, вот так как Ханеке, методично меня анатомирующий, как зрителя. Или, скажем, пришел мне тоже сюда же пример астенический синдром Муратовой. Мне сначала показывают черно-белую подделку под саму Муратову. Потом меня, как, например, заскучавшего зрителя, самого извлекают из зала. Вот того самого дядя в шляпе, который идет и говорит, как так, я это и так вижу, зачем это показывать, я пришел после рабочего дня. И еще дальше происходят всякие пертурбации. Вот это извращение, я понимаю. Когда из меня что-то взяли, изъяли и на показ даже выставили. Ну, это надо уже состояться как режиссер для того, чтобы самого себя цитировать, так, чтобы это заставляло зрителя меняться. И Гадар, 90 лет, дай бог здоровья, сам себя цитирует и уже благодаря тому, что есть и Гадар, Додзи, Гивертовы, много-много всяких этапов, и Кира Муратова то же самое. Если говорить о каких-то прямых извращениях, в Азии очень много всего такого. Поэтому я не люблю азиатское кино. А я наоборот люблю, потому что ты смотришь и думаешь, ну, вот и так тоже можно. Я вот вообще не нахожу в себе того альшанского, который это понимает и который что-то подобное мог бы пережить. Но так тоже можно. И это просто мировоззренческую матрицу расширяет. Я вот вам рассказывал про это. Самое извращенное, это не кино, которое я видел, это манго, которое я видел. В японском манго есть такой герой Гегера Кимаро, который одноглазый мальчик, и он всюду ходит со своим глазом. И потом мы узнаем, что этот глаз – это его отец. И вот думай, значит, в каких инцестуозных, диссоциированных телесных отношениях он с ним состоит, что этот глаз оплодотворил его матить и все время с ним ходит. Но это его потерянная часть. И тут весь и лакан, и жижек, и вся японская традиционная культура. Глазов взгляд. Да. А вот этот фильм 21-го года «Крыльцо фортуны» и фантазии, или как его переводят, случайность. Да, да, да. Да, вот он как-то. Ну, он фестивальный, конечно. И режиссер, снимая, ожидает во мне увидеть европейца. И мы, поскольку русские, для нас вот это челлендж такой, да? А ты его смотришь как европеец или как татаро-монгол? А я во многом все-таки татаро-монгол. И я вижу, как он меня загоняет в определенный коридор восприятия, потому что это европейская драма, это европейские идеи. Хотя, хотя, если глазом япониста на это посмотреть, обратите внимание, что там, где даже у них прямые конфликты, они никогда друг другу прямо не возражают. Ни один японец никогда другому не скажет «Ты не прав, я с тобой не согласен». Да? Он будет, может быть, свою точку зрения продавливать, но прямого столкновения и конфликта там не будет. А тут режиссер снимает, и он ожидает от меня, что я воспитан на греческой драме, я воспитан на Сафоклее и Шекспире. И он вот к этому апеллирует, к этому моему опыту. И в этом смысле фестивальный, конечно, фильм. Не извращение. Ну а как этот отрывочек, который удостоился премия Кутагавы? Не извращение? Про облизывание яичек? Да-да-да. Очень скучно. Скучно. Вот длинный, скучно. На 50 страниц описывает, как она ему побрила мошонку и облизала яички, он при этом кончил. Но это безумно скучно. То есть это комичный момент, конечно. И девушка... Это как у сада все механистично, все очень бюрократизировано, поэтому никакого такого уж садизма, который рисуется фантазией ко мне. Вот-вот, там сладости-то нет. И девушка читает ему этот фрагмент, и потом она его спрашивает, а вы возбудились, хоть когда вы это писали? Хоть один зритель тоже, например. Да. То есть человек написал эротическую книгу, говорит, а вам-то самому это приятно было, нет? А писатель очень такой аутистичный, он не смотрит в глаза, например, и в одном из кадров студент падает на колени перед ним, умоляет не отчислять его, он даже не видит его, не отражает, там что-то набирает, сидит на компьютере. И такой вот очень замкнутый, аутистичный человек, который написал эротическую книгу. И она говорит, а вы сами-то почувствовали что-нибудь? И очень комично, конечно, да. А он, кстати, отвечает, что там, дескать, это все чисто литературная работа, слова за слова, поэтому никаких эмоций, ничего личного. И он включает генератор внутреннего лакана. Означающие отсылают не к означающему, а к другому, да-да-да-да-да-да, и вот один словарь цитирует другой словарь, и вся реальность – это слова, и символы, и все такое прочее. И потом, когда у них до каких-то, значит, личных отношений доходит, а вы бы не могли мне прислать запись этого разговора, чтобы я ее переслушивал, и она говорит только с одним-единственным условием, если вы помастурбируете. Это все смешно. То есть сцена соблазнения выглядит очень комично. И тут уже перед нами челлендж. А ты это будешь прочитывать как за правду, ты им будешь сострадать и думать, какой бедный писатель, у него вот никогда там секса не было, поэтому он придумывает мигет и там все такое прочее. Или ты видишь вот весь этот комизм, или ты, может, подсострадаешь им всем, потому что драма все-таки, она его подставить хочет, она его хочет как-то унизить, развести, там, использовать. Абьюз, абьюз и газлайтинг все-таки происходит. А еще я вспомнил на ту же тему, и вообще его надо было даже первым упомянуть, фильм Швангмайера «Конспираторы наслаждений». И вот если тоже спрашивать, что у зрителя включает фильм, как он его стимулирует, то, посмотрев этот фильм, хочется придумать какое-нибудь свое извращение. Потому что настолько они оригинальны все, каждая из них просто картиночно выписано. И, по-моему, вот с этой точки зрения, мне кажется, тоже очень подходящий пример, что Швангмайер, хотя методично, мультипликационно как-то, отстраненно, но он создает такую захватывающую интригу и фантазию, живописует извращения. Тоже, кстати, без единого слова сделан фильм, как у Стеллинга. Поэтому приглашение в этот мир чудесных извращений. У чехов вообще не бывает злого кино. У них вот все режиссеры добрые такие. И Форман, и Иржеменцель, Вера Хитилова. Даже если... И Швангмайер, дай бог здоровья. Даже если он снимает... Это не извращение, это магический реализм. И там предметы оживают, и люди как-то свои тела монтируют с рыбами, с коробками, с фантазиями. Это очень добрый мир. Это слава Полунина. Это слава Полунина. Такой очень добрый, приятный, такой удобный, очень удобный мир. Я бы не сказал, что это как-то высаживает тебя или выламывает из реальности. Наоборот, это про то, что, используя фантазию, можно как-то себя встроить в мир вещей, мир предметов, мир отношений, в эту реальность. И вообще, конечно, добрые режиссеры такие. Вот, кстати, ключевое слово тут тоже уцеплю. Фантазия и противопоставление фантазии не реальность, которая непонятно что, где ее добыть и в каком виде ее и социально, особенно реальности, препарировать, а фантазм. То есть есть твоя фантазия индивидуальная, такая яркая, как у Швангмайера прописанная, и есть фантазм, чужой захватывающий, властный идеологический фантазм, который тебя выстраивает в какие-то шеренги, заставляет тебя принимать целую систему координатную целиком. Поэтому, мне кажется, выбор, который нам предлагает кино, он именно в этом. То есть хочешь ли ты, чтобы твое желание, может быть, хотя бы было оригинальным, штучным? Как вы отличаетесь? Ну, прежде всего, по тому, насколько оно, как в художественном смысле, оригинально. Если это такая фантазия ручной, штучной работы, которую я вряд ли где-нибудь еще найду, ну, понятно, вот как у Швангмайера, его мир ни на что не похож. Линчевский кинематограф со всей своей фантазией абсолютно невероятно оригинален. И поэтому вот эта вот такая фантазия, как режиссерская, авторская фантазия, она в единственном экземпляре существует. А есть такие фантазмы голливудские, блокбастеры летние, есть идеологические фантазмы, когда ты все сразу заранее понимаешь. Да, они, может быть, тебя и как спецэффектом таким, этой массовостью увлекают, будет в тебе что-то, такую визуальную, например, жажду. Но на самом деле я сразу чувствую, что мной манипулируют, что это вот какая-то гравитация, которая меня притянула. Поэтому тут, как в Эрмитаже, я хочу, чтобы это было в единственном экземпляре, чтобы это было оригинально, это авторство было. Если чувствуете, что манипулируют, значит, уже не захватывают, потому что я никак не различаю это. Если цепляет, то цепляет всегда мое. И если меня чем-то захватывает, там, Терминатор или Титаник, значит, он что-то мое цепляет. Ну, если, я говорю, да, нельзя захотеть не свои желания. Если ты делаешь такой выбор, значит, ты действительно этого хочешь. И здесь то же самое. Велик риск уйти во вкусовщину и какую-то подростковую погоню за оригинальностью, зато вот то, как я хочу, так вот никто больше не хочет. У меня вот такие тут изысканные вкусы. Это тоже... Это в Симпсонах или Южном парке было. Я пью кофе на кокосовой воде без сахарина, без кофеина, с добавлением там того-сего, пятого, десятого, да. И вот она приезжает в Спрингфилд, и там такого кофе нет. Ну, вот я такая вся оригинальная, такая творческая, значит, у вас нет того кофе, который я люблю. Это фейковость и это подростковость погоня за оригинальностью и желание с оригинальничать и сумничать. Ну, это, естественно, это одна из стратегий. Одна стратегия равняйся на Джонсона, другая выделяйся. Одна стратегия, особенно после 68-го года, ты такой оригинальный, ни на что не похожий, это для тебя, этот крем для тебя, этот наряд для тебя, а другая ориентируется на большинство, покупает уже сыральный порошок. Но вот все-таки мне кажется, что не в этом грубый критерий, индивидуально это или поточно. И мне кажется, все-таки возражу, что перепутать свое желание с чужим легко и просто. А приведите примеры, как вы знаете? Бесконечное количество людей сегодня, которые ориентируются на лидеров большинства в социальных сетях, тоже получают, того же желают, тоже смотрят, искренне полагают, что им это нравится. То, что производится в миллиарде копий, то, что как флешмобы функционируют, какая-то гравитация, которая тебя захватывает. Поэтому я бесконечное количество встречаю людей, которые искренне полагают, что они это даже любят. Они расскажут, почему они любят Бузову и Моргенштерна. Они искренне говорят. А я люблю Моргенштерна, я вам могу рассказать, почему я люблю Моргенштерна. Тут мы с вами не сходимся. Потому что я люблю молодежную движуху, которая про секс, про деньги, и вообще как бы все, что пахнет спермой, это живое. Понимаете? Моргенштерна я очень люблю. Это вот та самая первая стратегия, выделяйся любой ценой. Которая на самом деле, мало чем лучше, равняйся на Джонсону. И то и другое идет в разные сезоны. У каждой эпохи был свой Моргенштерн. У нас был Ласковый май. Это был наш Моргенштерн. Нет, это не мой был Моргенштерн. Я его не слушал. То есть до такого я никогда не обыскался. Я, будучи гигельянцем, я, конечно, любые противоречия пытаюсь снять. Если тебя это цепляет, значит, это твое. Если тебе вкусно гамбургер, значит, тебе вкусно гамбургер. Все, какие вопросы? Вот как Пелевин объясняет в последней книге, кстати, «Трансгуманизм», там очень простая фраза, что, и в этом стоит основная стратегия власти, что нам не надо читать ваши желания, ну, как он маркетологам составляет профайлы. Мы их пишем. Да, мы навязываем, да, конечно. Мы их пишем. То есть зачем системе вас подслушивать с помощью вашего айфона? Она изначально так прокачивает мозг, на стадии, как Маркоза бы сказал, при форматировании, что не нужно ничего подслушивать. Ты пожелаешь то, что в этом сезоне рекламирует и выгодно. В этом плане, мне кажется, иметь модный айфон, слушать на нем модную музычку, идти в модненькое местечко, искренне полагать, что это есть лучший способ провести время, искренне желать этого, это вполне обычная стратегия. Да, но это не исключает того, что ты можешь иметь модный айфон и любить Гадара. И читать умные книжки. Одно другому же не противоречит. Айфон Гадару не противоречит. Вот. То есть мы с вами едим пищу, которая довольно распространена. И несколько миллиардов людей тоже едят то же самое. Мы вот в этом не пытаемся выкиндриться. И это не противоречит тому, что мы сидим и обсуждаем жижика. Встречно спрашиваю. Если вы фантазию и фантазм не различаете, то как делать? Что нам делать с идеологией, которая объективно нами манипулирует, использует нас? Матрица имеет нас, как это слово. Это наша с вами любимая тема. Большого другого не существует. Нет никого, кто нами манипулирует. Не надо пытаться объяснить заговором то, что просто... Большого другого не существует физическая макреваленция. Нигде не существует. Матрица не существует. Больше мы себе придумываем матрицу для того, чтобы объяснить наш идиотизм. Я часто этот пример привожу. Огромное число людей из моих знакомых, кто смотрел Дом-2 под тем самым соусом, что это типа для тупого быдла снимают. Я сейчас буду ржать... А я как культуролог буду смотреть. Да-да-да, я буду как философ это все анализировать и ржать над тупым быдлом, которое у тебя в голове на самом деле находится. Нет никакого тупого быдла. Ты сам себе придумал, что ты интеллектуал и философ, культуролог и семиотику тут анализируешь. А ты просто смотришь. Дом-2. То же самое. Можно сколько угодно загоняться тем, что есть там изысканные французские блюда, но нам вкусно вот это поесть и это попить. И если меня это цепляет, значит, это мое. В конце киногида «Извращенца», подводя итоги, Жижик говорит, что нам необходимо кино, чтобы понять реальный мир. Вот классический парадокс, что мы смотрим «Вымышленное», как эту пьесу «Мышеловка», которую Гамлет ставит для того, чтобы прокачать, был или не был его отчим убийцей. И поэтому мы смотрим «Вымышленное», мы читаем книги о вещах, никогда не существовавших, мы смотрим фильмы, сплошь и спецэффектов состоящие, именно для того, чтобы понять, в чем состоит реальность. Реальность нашего «я», реальность нашего желания, которое так трудно в действительности поймать. И это вопрос у нас нерешенный, как различить фантазию и фантазм. Поэтому кино нужно для того, чтобы почувствовать себя извращенцем, немножко поворачиваться, выйти из привычного состояния, вернуться к какой-то условной норме, в которой тоже есть извращение. Ну, можно дать совет, конечно, зрителям. Придумайте свое извращение, попытайтесь быть извращенцами. Это чертовски сложно. То, что заставит вас переключиться, стать немножко другим, повращаться как субъекту, выключиться из той системы ценностей, в которой вы сейчас живете, из той оптики, из той эстетики, в которой вы сейчас. Кто вам в конечном счете сказал, что вот это красиво, а это некрасиво? Кто вам сказал, что это добро, а это зло? Попытайтесь немножко иначе посмотреть. В общем, легко критиковать чужое извращение, а ты вот, критик, придумай свое собственное. И пусть оно будет такое же художественно-убедительное, как у Швангмайера, например. Такое привлекательное, это самое невероятно трудное. Придумать свою фантазию, придумать свое извращение, свою фантазию, свое желание. Вот задача. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!